В минувшую субботу Десногорск отметил свой 43-й день рождения, и вот уже десятый раз горожане прошли в праздничной колонне трудовых коллективов. В первую очередь это праздник первостроителей, создателей, людей, которые первыми приехали на ударную комсомольскую стройку Смоленской АЭС. И, конечно, особое внимание и почет были обращены именно к ним. Я здесь 78-го года. Еще не было города и вообще ничего не было. Ни водоема, ни станции, ничего. Мы строили все здесь с самого нуля, с самого начала. Народу здесь повернулась мать мущая. Это была ударная комсомольская всесоюзная стройка со всего союза. Народ был разный. И мы здесь создавали новые структуры прямо с пустого места, с нуля. День города традиционно является одним из самых любимых праздников. Его ждут и готовятся. Мы по праву гордимся историей нашего города. И, конечно, молодое поколение Десногорска делает все, чтобы ее сохранить и перенять опыт у первостроителей. В этот день за активное участие в жизни Атомграда 11 членов молодежного совета из рук главы города Андрея Шубина и директора Смоленской АЭС Павла Лубенского получили удостоверение и значки гражданин страны Росатом. Это здорово, что у нас есть такой город. Молодой, красивый город Атомщиков. И мы гордимся этим городом. Это здорово, что мы можем праздновать. У нас есть возможность праздновать День города. И мы сегодня все участники этого праздника. Сколько традиций в городе хороших, добрых, важных. Это говорит о том, что мы все это сохраняем, приумножаем. При поддержке атомной отрасли в городе Атомщиков реализуются десятки социально значимых проектов по благоустройству городской среды, повышению качества образования, развитию спорта и культуры. Успешно действуют программы «Школа Росатома» и «Территория культуры Росатома». Город растет и процветает. Праздничные мероприятия длились до позднего вечера. Разнообразные конкурсы, ярмарки, аттракционы для детей и неизменно хорошее настроение. Свои яркие музыкальные таланты десногорцам дарили коллективы художественной самодеятельности сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации «Смоленской АЭС», городского центра досуга и музыкальной группы из «Смоленска». Завершился день города впечатляющим по своей красоте и масштабности праздничным салютом.